добрый день дорогие наши садоводы подписчики нашего канала сегодня мы с вами поговорим о проблемах с которыми чаще всего вы сталкиваетесь в июне месяце на своих участках ну и ответим на вопросы которые чаще всего задаете нам ну и вот один из вопросов про ежевику многие на своих участках уже имеют прекрасные современные сорта ежевики не колючий которая растет мощными кустами и в отличие от той старой ежевики которая у многих росла в давние времена посаженная как правило эти кусты были очень сильно колючие сажали их около заборов они оплетали забор так что там не пройти не подойти было невозможно ягоды были мелкие не всегда вкусные вот у некоторых остались еще эти сорта растут как живая изгородь непроходимая но мы советуем вам обратить внимание и обязательно посадить на участке современные сорта ежевики не колючий которая прекрасно растет нашей местности дает обильный урожай очень долго полдоносит полтора два месяца причем среди ежевики есть и ремонтантные сорта которые начинают полносить как вот и малина ремонтантная во второй половине лета ягоды созревают до самых морозов а это иногда весь октябрь начало или середина ноября и вот когда мороз убивает по сеть ягоды мы вырезаем все от полносившие побеги полностью под корень как и у малины сжигаем и у нас зимуют только корни и пенечки там два-три сантиметра и есть обычные сорта ежевики которые значит в течение лета вырастают побеги вы должны сформировать они вас перезимуют а на следующий год эти побеги поднимаем подвязываем к шпалере как и виноград они у вас обильно плодоносят дают вам прекрасный урожай крупных вкусных полезных ягод а параллельно с весны от корней растут новые молодые побеги и вот когда старые побеги от полдоносят вы их вырезаете полностью там оставляя один-два сантиметра пенечки а молодые побеги у вас возревают вы их осенью кладете на землю укрываете мы об этом обязательно вам покажем и расскажем как правильно делать и они дадут урожай на следующий год но вот кто посадил в этом году это вот касается начинающих как бы садоводов или кто планирует посадить в июне можно ежевику смело сажать с закрытой корневой системы в плошках и в июне и в июле даже можно сажать она вас приживется безболезненно сформируются кусты перезимует а на следующий год даст хороший урожай поэтому но только подчеркиваю сажать летом вот в такой период можно саженцы деревьев кустарников с закрытой корневой системы в плошках но не совершайте ошибку при посадке вот здесь вот посадили ежевику много разных сортов но посадили расстояние между ними где 50 и 60 сантиметров а это слишком густо так ежевику сажать не нужно сажать ее нужно буквально через два метра друг от друга как и виноград и у нее вырастают побеги если их не укорачивать они за лето могут вырастить по 5-6 и более метров этого допускать нельзя нужно как только вырастают на метр вот эти однолетние побеги прищипывать верхушку этому побегу чтобы из-под каждого листа вырастали боковые побеги и как только они через там месяц полтора вырастают на метр полтора им тоже прищипываем верхушку чтобы куст не разрастался в длину а нам такие длинные побеги не нужны нам нужно чтобы разветвилось и побольше выросло боковых а шпалеру мы делаем как для винограда высотой где-то два метра должны у вас столбы стоять это могут быть металлические трубы бетонные столбики или там деревянные столбы обработанные против гниения и через каждые 40 сантиметров вот на эти первую проволоку или арматуринку закрепляем например полметра от земли остальные до верха через 40 сантиметров вот у нас на этом расстоянии получается где-то пять таких проволок горизонтальных или арматурин и вот к ним мы подвязываем побеги вот здесь побег ежевики подвязан колушку тот который перезимовал и тот который в этом году вот теперь он должен дать нам урожай и он нам и удаст вот смотрите из каждой почки из каждой почки развивается побег вот эти подлиннее вот уже где-то 20 25 сантиметров это покороче но у них на концах этих побегов вот уже сформировались бутончики скоро она зацветет и вот эти кусты будут белые или белорозовые цветки украшать ваш участок а потом они будут облеплены красивыми крупными черными или темно-красными ягодами вот но чтобы этот побег дал большой урожай и все почки дали полноценные побеги с ягодами вот этот побег должен не вертикально стоять как вот он здесь колушку привязан а должен быть подвязан горизонтально вот таким образом к одной из горизонтальных проволок тогда каждая почка получая одинаково полноценное питание развивается в полноценные побеги которые заканчивают цветками а потом ягодами если мы ставим вертикально то первыми самыми мощными развиваются как правило верхней побеги а нижним питания не хватает они не развиваются ягод не формируют и в кусту но этот куст еще пока молодой здесь вот один основной побег который полносят а так в кусту должно быть четыре пять основных побегов которые мы на разном уровне к разным проволокам горизонтально подвязываем мы потом постараемся это все вам продемонстрировать и показать вот и у нас сплошная стена будет зеленая потом она зацветает вся в цветах а потом в ягодах вот но вот эти кустики которые сейчас здесь посажены через полметра 67 сантиметров ну будем считать что они растут как бы временно как питомники а осенью или ранней весной эти кусты нужно будет рассадить оставив чтобы вот между кустами было по два метра это будет достаточно чтобы кустик наклонить и привязать горизонтально чтобы длина побегов полночащих была у нас метр полтора максимум вот ну а на этом я с вами прощаюсь задавайте свои вопросы в комментариях мы на них постараемся в ближайшее время ответить всего доброго до до встречи